В Вельгии ударили морозы. Во многих домах холодно. 60-летняя Вероника Дюкен включила к приходу корреспондента Евроньюз Гаргуара Лари газовый обогреватель. Сварила кофе. Обычно она только кутается в несколько слоёв одежды и спит под толстым одеялом. Я экономлю на отоплении, но сегодня я его включила, потому что за окном минус 10 градусов. Обычно я себя это позволяю только к вечеру. Когда я ложусь спать, я выключаю отопление на всю ночь, потому что жечь газ дорого. Таких людей называют энергетически бедными. Вероника работала в парикмахерской и кафе, но не обеспечила себе достаток. Она старается покупать продукты подешевле и поменьше готовить на электрической плите или в микроволновке. Когда от них идёт жар, можно опустить температуру в батарее пониже. Я варю макароны или яйца, потому что это быстро, и мы не можем себе позволить ничего больше. В начале месяца я хожу за мясом. Я балую себя бифштексом. Да, он весит много и жарится долго, но он вкусный, и после него чувствуешь себя хорошо. Счета за коммунальные услуги слишком высоки и для родственников Вероники. Зимой она реже видит своих шестерых внуков. Когда приходили малыши, мы их мыли в одной ванне по очереди, чтобы её сразу не сливать и не включать лишний раз бойлер. Я тоже экономлю горячую воду. Если принимаю душ, то на следующий день только умываюсь. Энергетическая бедность широко распространилась по Евросоюзу. В 2019 году не протапливали как следует свои дома более 30 миллионов европейцев. Это соответствует населению Чешской республики, Венгрии и Австрии вместе взятых. Тома Апелерен Карлен из Парижского института имени Делора говорит, что ситуацию усугубляет пандемия. Кризис COVID-19 производит два основных воздействия. Первое – это падение доходов, когда люди становятся частично занятыми или теряют работу. Второе заключается в том, что все санитарные эпидемиологические меры, комендантский час, самоизоляция, удалённый труд заставляют людей проводить намного больше времени дома, приходится больше обогревать помещения. Те европейские семьи, которые до кризиса были не очень богаты, но жили достаточно комфортно, сегодня не могут себе позволить всё время находиться в тепле, что в частности способствует респираторным заболеваниям. Брюссель рекомендует странным членам на первых порах оказывать экстренную помощь мерзнущим европейцам. А в более долгосрочной перспективе так называемая «зелёная сделка» предполагает выделение значительных средств на термоизоляцию жилья. Делается это с тем, чтобы меньше сжигать топливо и предотвращать потепление климата, при котором зимы в Европе были бы мягче.